всем привет продолжаем рассматривать картины и их описание опубликованные книги сокровище искусство картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографиях перевод и дополнение под редакцию александра бенуа издательство 1904 года фра филиппа липпи флорентийская школа поклонение младенцу в раннем еще детстве потеряв родители филиппа липпи был взят на воспитание братья монастыря дель карбине 15 лет он постригся в монахи 1430 года становится известным как живописец предание неподтверждаемо последними историческими исследованиями рассказывает что липпи вышел 1456 году из монастыря похитил монахиню лукрецию будь и женился на ней художественные способности липпи развивались под влиянием мазачи и франжелико де фиезолли светского земного искусства средние века не знали искусство служил исключительно целям религии и прославлению святых лишь с донателло пластика выступает на путь реализма а с мазачи живопись приобретает воздушную перспективу однако как донателло так и мазачи остаются изолированы в своем величии со времени филиппа липпи луки дело робио художественное изображение приобретает внутреннюю духовную жизнь художники стремятся к передаче характеристики лица вместо ничего не значущих жестов и шаблонных поз является изучены с натуры движение и тонкая выразительность физиономии наша картина из капелла медичи в палаце рикарди представляет лучший пример этой одухотворенность фратер филиппус писался художник на ветке слева и этот монах может гордиться своей работой который послужил образцом для многих поклонения младенцу других флорентийских мастеров мы видим здесь не бесплодную каменную почву не кукольную фигурку вместо младенца христа и не гордую холодную героиню на месте марии это совсем земная цена прелестная молодая мать благоговейно стоит на коленях перед крошечным невинным и совсем еще не смышленным человеческим существом восхитителен также осторожно приближающийся слева маленький оанн на лице которого выражено изумление в мягкой синеве небес распростертыми благословляющими руками парит все благие все милосердный бог отец но что лучше всего эта обстановка художники забрал для своей сцены тихий уголок леса положил младенца на усеянный цветами ковер травы солнце не яркими лучами мягким мерсающим сиянием обливает фигуры на всем лежит тот тонкий нежный аромат лесной глуши когда солнечный светом куполом разлит над верхушками деревьев и маленькими дрожащими искрами падает сквозь листву на камни на столы деревьев на грелинке и блестит переливаясь в брызгах падающего ручья все это объединяется светлым серебристым тоном от которым господствует голубой тон мантии марии и светло-розовое тело младенца христа таким образом главные фигуры выделяются среди обилия деталей в картине однако свет остается главным художественным мотивом незаметная грация тонов и замирания красок в глубине поразительной своей тонкостью кроме того картина полна воздуха или полип 1 из художников передает свет и воздушное пространство как мало было понято его время это художественное чувство и как мало но передалось последующим живописцам знают все кто знаком с развитием флорентийского искусства забота его пластические передавать передний план и жестким очертанием глубине вот такое описание картины и нашел книги издания 1904 года сокровище искусства картины знаменитых мастеров художественной репродукции фотографиров в баде к нам по перевод и дополнение под редактой александра бенуа пока пока до свидания